В июле отмечается Всероссийский день о кушерогинеколога и в преддверии профессионального праздника. Сегодня у нас в гостях врач и кушерогинеколог Видовского перинатального центра Патима Муртаева. И мы поговорим об этой важной, благородной и непростой профессии. Патима Обедовна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о самых современных методиках появления на свет малышей. На сегодняшний день в нашем Видовском перинатальном центре порядка 80% родов, и об этом уже знают все наши пациентки из Жизельницы Ленинского района и близлежащих районов, практикуются роды в вертикальном положении. То есть женщина, это второй период родов, как правило. Ну и также уже несколько лет увеличивается количество женщин, которые предпочитают провести роды в воде. То есть большинство женщин у нас также находится в первом периоде рода с целью обезболивания в воде. И есть женщины, которые предпочитают провести роды в воде. То есть ребеночек рождается в воду. Это достаточно мягкие роды, поэтому мы стараемся активно внедрять в повседневную практику их сейчас. Давайте более подробно поговорим о каждом. 80% это большая цифра. Да, порядка 80%. Вертикально. Это более физиологичные считаются роды? Вот в чем их преимущество? Да, мы отдаем предпочтение вертикализации, так как это уже доказано. Это снижает травматизм материнский, детский. И в том числе по тому, как отзываются женщины, мы тоже понимаем, что это более физиологичная для них поза. Как-то быстрее нам удается скоммуницировать, и они уже, находясь в такой позе, делают все правильно и выполняют рекомендации сотрудников. И тогда все складывается удачно, все хорошо, снижается травматизм у мамы и ребенка. Может, это и влияет в том числе и на время самого родового процесса, просто быстрее происходит? Ну, в принципе, если позиция вертикальная занимается во втором периоде родов, он более длительный, это первый период родов, когда раскрытие шейки матки происходит, женщина в первом периоде родов, она может любое положение занимать, то есть она достаточно активно передвигается, если хочет, лежит, кто-то находится в ванне в воде, кто-то просто на мячике на фитболе у нас сидит, и уже когда случается, скажем так, полное открытие, женщине предлагают, мы предлагаем занять удобную позу. Ну, и в том числе, когда девочки уже становятся у нас в вертикальном положении, это немножечко, да, ускоряет именно за счет того, что, ну, как вот они отмечают, большее понимание как бы приходит, что нужно делать, именно находясь в вертикальной позе, нежели в горизонтальном, да, в традиции, скажем так. Вы упомянули и роды в воде, это такая модная тема. В чем плюс этого метода? Ну, это, ну, на мой вкус, скажем так, и на мой взгляд, это самые мягкие роды, да, то есть пациентка максимально расслаблена, максимально расслабленная поза, нет напряжения мышц поясничной области, мышц живота, ей легче удается справиться, да, с болевыми ощущениями, и это на самом деле облегчает вот им задачу передышать вот эти болезненные схватки. Ну, и дальше уже ребенок из водной среды попадает также в водную среду, лучше адаптируется, вот, оценка по шкале АПКР, как бы выше у таких деток, они, ну, как бы, ну, так вот по состоянию на момент рождения тоже оцениваются ноунатологами более, как бы, да, ну, в общем, адаптация тоже идет у этих деток лучше. Вот, ну, это, как правило, партнерские роды, конечно, да, то есть мама, которая, и, ну, как правило, на сегодняшний день эта мысль уже возникает о том, что и роды будут именно в воду полностью, да, и третий, в том числе и второй период родов. С такой мыслью пациентки уже приходят извне, из дома к нам, да, но вот в последнее время мы отметили также и то, что женщина, которая, скажем так, ну, в голове себе построила план, что роды будут максимально традиционными, мы, когда предлагаем какие-то свои вот такие новинки, они с удовольствием соглашаются, и для них это новый опыт, и, как правило, он, ну, удачно, как бы, проходит, скажем так. А как там, может быть, готовиться вот к родам в воде нужно? Ну, ну, в принципе, никак особенно. Конечно, они, когда девчонки поступают в родовое отделение, у нас вообще в роддоме родовые боксы индивидуальные, то есть каждая пациентка находится в одном боксе, да, если будет партнер, там, то с партнером в одном боксе. И на этапе поступления обычно обговаривается врачом-акушером-гинекологом предстоящий, скажем так, план на роды, какие-то ощущения, даются рекомендации по дыханию, по поведению, да, там, какие исследования предстоят, и уже женщина, находясь непосредственно в родзале, бывает ознакомлена, ну, плюс-минус, с тем, что, как бы, ее ожидать впереди. Ну, естественно, даются какие-то рекомендации по дыханию, по поведению потужного периода, для того, чтобы, ну, максимально снизить травматизм, и со стороны мамы тоже, потому что такая задача тоже стоит у нас. Вы упомянули партнерские роды, сейчас очень популярно. Вот как вы считаете, что это дает женщине, чем помогает? Однозначно, очень положительно относимся к партнерским родам, поддерживаем, как бы, мысль о том, что партнером должен быть все-таки супруг, да, то есть это будущий папа. Ну, партнерами могут выступать, конечно, и другие там родственники, с мамами приходят, с сестрами приходят, но, ну, как бы, более таким логичным, наверное, все-таки будет, если это будет будущий папа. Но с мужчинами может быть сложнее, да, в этом плане. Не каждый мужчина готов на такой шаг, поэтому, ну, как бы, приходят и мамы, и сестры, с доулами бывают. Но мы, как бы, очень положительно относимся, нам нравятся партнерские роды, потому что, ну, сотрудники перинатального центра, мы, как бы, находимся там для того, чтобы, как бы, быть рядом, да, и предпринять какие-то действия, если вдруг в родах что-то пошло не так, да, то есть роды по сути своей, это физиология, это норма, да, которой миллионы лет уже женщину сражают, поэтому мы считаем, что это норма, вот. Но, к сожалению, иногда роды могут отклониться от нормального течения, и вот именно тогда, как бы, на сцену выступают медицинские персоналы, вот. Но очень важная составляющая, о которой многие годы раньше не обращали, скажем так, внимания, это моральное, именно, ну, как бы, состояние женщины, да, эмоциональная составляющая, да. Вот, когда ты приходишь в, как бы, чужие для тебя стены, еще у тебя что-то там болит, конечно, настроиться и все это одновременно, скажем так, подготовиться тяжело, поэтому, когда с тобой рядом супруг, они уже, как бы, более спокойно, информацию воспринимают поспокойнее, если что-то не сразу усваивается женщиной, муж там во многом помогает, там, дышать, массировать спинку там, ну, то есть это, на самом деле, очень важно, если будет рядом человек, который именно поддерживает с морально, с эмоционально, да, там, точки зрения. А мы, как бы, выполняем свою работу, мы находимся всегда рядом, в случае, если необходимо будет наша, как бы, именно специализированная, квалифицированная медицинская помощь. Видновский перинатальный центр широко известен за пределами нашего города, не только местные жительницы, не только жительницы Подмосковья, но и из разных городов России приезжают рожать в Видновский перинатальный центр. Почему? Да, все правильно. В нашем перинатальном центре уже много лет получают высоко специализированную помощь пациентки с очень грозным состоянием, смертельно опасным для мамы и для ребенка. Это состояние называется врастанием плаценты в стенку матки. То есть в таком случае третий период родов физиологичный невозможен. То есть плацента после рождения ребенка, да, должна отделиться плацента, и с момента отделения плаценты роды будут считаться завершенными, да, то есть все благополучно, все хорошо. Но когда есть такая ситуация, и во время имплантации, да, там на ранних сроках беременности что-то произошла, поломка, и произошло врастание плаценты в стенку матки, она сама отделиться не может. Вот в такой ситуации это только оперативное родоразрешение, и в последующем, уже многие лета назад, это была только экстерпация матки. То есть матку удаляли, да, то есть рождался, проводилось кесарево сечения, и в последующем удаление матки, потому что не было возможности провести органосохраняющую операцию. То есть сейчас, благодаря сотрудникам нашего перинатального центра, уже много лет мы проводим такие органосохраняющие операции, в частности, сегодня вот была такая очередная операция. Вот, сегодня родился у нас прекрасный мальчик, удалось доходить срок до доношенной беременности, 37, там, и 4 дня у нас было, 3-400 мальчик родился с мамой, с ребенком, все хорошо, состояние стабильное обоих. Вот, поэтому, и, ну, как бы, женщины со всей страны, к сожалению, количество таких пациенток с таким угрожающим жизнесостоянием увеличивается в пропорциональной прогрессии. Очень много сейчас этой патологии, и вот со всей страны к нам приезжают пациентки на родоразрешение, к нам приезжают наши многоуважаемые коллеги учиться, это у нас, как бы делать сегодня тоже у нас были курсанты. Вот, в общем, пациентки с врастаниями, с предлежаниями, с ромбоэмболическими осложнениями, они получают высоко квалифицированную помощь у нас в стенах пренатального центра. Не только помощь, они, у них есть возможность и дальше становиться матерью, еще раз, соответственно, да? Да, у нас и такой опыт тоже есть, и мамы после таких операций, у нас есть пациентки, которые повторно забеременели, стали мамами еще раз после таких операций. Профессия ваша очень, она действительно без преувеличения очень благородная. Как вы пришли, почему именно эту специализацию выбрали? Ну, врачом я мечтала, как и много миллионов девочек, да, наверное, в детстве, уже с детства стать врачом. Вот, но когда поступила в институт, скажем так, стал вопрос по специализации, да, как бы кем именно стать. Был выбор между несколькими вариантами, потом выбор остановился на акушерство, гинекологии и кардиологии. Вот, и дальше уже, когда я в первый раз увидела процесс рождения ребенка, ну, дальше уже, как бы, все вопросы отпали, и я поняла, что это то, что мне нужно. Поэтому стала... Тем не менее, я знаю, что у вас еще есть специализация. Да, многие сотрудники нашего тренатального центра учатся, да, учатся, мы учимся в непрерывном режиме, да, все время, потому что медицина это такая область, где все время нужно совершенствоваться, познавать новые какие-то навыки, да, читать все время литературу, быть, как бы, вот, все время в этом плане тоже совершенствоваться. Вот, и поэтому, да, мы вот стараемся получить... Многие получили вторую специальность, ультразвуковая диагностика. У нас многие акушерогинекологи проводят дополнительно и ультразвуковое исследование тоже. У вас уже достаточно большой стаж, 15 лет. Какие самые, наверное, запоминающиеся роды были, кроме своих собственных, в вашей практике? Да, мои детки тоже все родились в стенах нашего учреждения, за что я отдельно благодарюсь и весь наш коллектив, безмерно счастливо, все прошло прекрасно, в том числе и у меня. Вот, так, навскидку сразу, наверное, я и не вспомню, ну, что было вот не так давно, например. Вот, у нас не так давно, у меня рожала девочка двойня, у нас все очень удачно прошло, непростая тоже была беременность, тяжело ходили. Вот, стоял выбор такой между родами через, ну, путем операции кесаро-сечения, либо естественные родовые пути. В общем, вместе подумали, вот, приняли решение, что все-таки попытаемся попробовать родить через тесно-родовые пути, потому что, ну, все должны помнить, да, что роды через тесно-родовые пути, это гораздо физиологичнее, нежели, да, кесаро-сечения. И мы всегда этот момент, ну, как бы взвешиваем все за и против, вот, и все, к счастью, все прошло хорошо. В доношенном сроке у нас родилась прекрасная двойня. У нас двойн очень много в последнее время, ну, как вот, что-то вот, что вспомню прямо сейчас на скидку. Да, Ведновский перриентальный центр славится тоже двойнями. Да, у нас много двойнями в этом году. Сколько вот, если какая-то, может, статистика есть? Так, ну, порядка, много, наверное, больше 30 точно за год, наверное, даже больше. А вот, кстати, сам процесс родов в двойне, ну, наверное, сложнее. Да. В два раза, как минимум. Да, сложнее, да, однозначно. Это роды повышенного риска, ну, как бы, и для мамы, и для деток. Вот, это достаточно нервная обстановка, конечно, и для сотрудников, для бригады, которая ведет роды. Поэтому, да, все верно. Тут уже мы там стоим все время на стреме, скажем так. Патима Абиновна, какие планы у вас на будущее, на медицинское будущее? Может быть, повышение квалификации, что-то еще, вот, расширение специализации? Ну, да, мы все время в поиске, все время, как бы, обучение, естественно, да, в непрерывном режиме, повторюсь. Вот, планы продолжать работать в своем любимом учреждении. Я уже прикипела душой, вот, и приносить пользу нашему прекрасному населению. В двери профессионального праздника ваши пожелания коллегам? Я что могу пожелать коллегам? Однозначно, конечно, я желаю всем крепкого здоровья. Вот, профессия наша очень непростая. Она требует затраты физических и моральных, вот, поэтому однозначно здоровья желаю, желаю, чтобы было меньше сложных пациенток, вот, чтобы все было у всех хорошо, всем счастья, чтобы все было, да, чтобы все было благополучно у нас у всех. Патима Обедовна, спасибо за этот разговор, за этот душевный, спасибо за вашу профессию, за ваш труд. Спасибо вам огромное. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была врач-гушер-гинеколог Винноского перинатального центра Патима Муртаева. Спасибо за внимание.